Приветствую вас. Смотрите, ситуация заключается в том, что к вопросу о той же, например, переоценке жизни, если мы говорим об этом, то существуют стандаты терапии, я не буду здесь говорить об этом, но, как бы, я думаю, вы можете посмотреть в интернете, что это такое, вот, если вы прямо хотите переоценить жизнь, ну, можно воспользоваться данным весьма, на мой взгляд, специфичным способом терапии, вот, потому что, ну, существуют куда более гуманные способы, вот. Давайте мы с вами для начала раскроем некоторое положение о любовной зависимости в принципе. Ну, в первую очередь, это идеализация человека. Во вторую очередь, это мысль, что вы не сможете быть с кем-то еще, это страх одиночества, что вот вы понравились только этому человеку, все, что никто на вас больше не посмотрит, то есть это такое обесценивание себя. Это низкая самооценка и это невозможность жить дальше, то есть отсутствие своих собственных вероятных интересов в жизни, отсутствие своего собственного в жизни, отсутствие своего собственного вектора, ну, какого-то вектора, да, по жизни, ну, и отсутствие, вероятно, ценностного ориентира, скажем так. Вот. Это то, что заставляет любовную зависимость. В той или иной степени, в разных вариациях, но, как правило. Дальше можно сказать, что существуют индивидуальные истории. Это взаимодействие с родителями, это травмы, детские травмы, травмы в более взрослом периоде и так далее. Ну, и все в таком духе. Дальше. Дальше. Основной чертой, которая характеризует любовную зависимость, можно назвать компенсацией того, что вам не хватает за счет другого человека. партнера, от которого вы зависит. Нужно понять, чего вам не хватает и научиться реализовывать это самостоятельно. Таким образом, можно говорить, что избавляться от любовной зависимости не нужно. Это честь вас, честь вашей личности. Но, вместе с тем, можно и нужно пересматривать то, что заставляет основу для ее существования. Я имею ввиду существования любовной зависимости. И вот так постепенно это можно сделать. То есть, обратите внимание, без мужчины ваша жизнь не имеет смысла. Да? Вы сами по себе смысл не имеете. Ваши собственные интересы, ценности не имеет значения. Человек и то, что он может дать, а именно, наверное, семью, отношения для вас наиболее важно. Здесь, наверное, первым шагом было бы постараться увидеть свои желания. То есть, вот вы хотите быть мужчиной, вы скучаете, чего вы хотите. На что направлены ваши чувства? Вот. В этом направлении я рекомендовал бы вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи. Небольшой, по скриптам, при остром состоянии имеет смысл обратиться к врачу. Потому что психолог не станет работать именно с острым состоянием. Делать это лучше в условиях соответствующего заведения.